Населенный пункт Агрогородок Дывин Кобринского района радушно встретил ефрейтора 111-й артиллерийской бригады Андрея Ванью, родной дом которого находится именно здесь. Получив повестку год назад и покинув родные стены, Андрей после прохождения срочной службы в крупнейшем подразделении Западного оперативного командования 111-й артиллерийской бригаде вернулся. Правда, не с пустыми руками. За время воинской службы Андрей Ванью проявил себя как добросовестный, дисциплинированный и честный солдат, отличник боевой подготовки. В армии он был механиком-водителем, управлял самоходной артиллерийской установкой, что требует точных расчетов и знания техники. А потому расставаться с такими людьми командиром непросто. Как военнослужащий, как офицер и, конечно, с гордостью могу с уверенностью сказать, что школа жизни, как армия, для него положительные моменты, что он все-таки стал мужчиной. И я рад, что такие люди все-таки после армии будут на гражданке, войдут в общество. И мы с уверенностью можем сказать, что он, показав себя во время срочной службы, с уверенностью будет дальше на гражданке, как человек, как мужчина, выполнять свои обязанности. Уволившийся солдат получил памятный подарок – часы от Министерства обороны Республики Беларусь. Это ограниченная партия часов, на которых есть гравировка и министерская эмблема. Не остались без внимания и родители, которым вручили благодарственное письмо от командования за правильное воспитание сына. В такой обстановке встретить своего сына, испытываем чувство гордости за него, конечно же. Ну, может быть, мы не ожидали такой награды, но то, что он пройдет вот этот отрезок жизни под названием «Армия достойна», конечно же, сомнений не было. Потому что, ну, он с детства был у нас спортивный парень, тюдо, футбол. То есть, физически, за физические нагрузки в армии мы не переживали. В домашней работе он тоже у нас был приучен, потому что, ну, как бы это страшно не было. Во время прохождения службы Андрей делится, что родных удавалось увидеть нечасто. Тянуло домой, но спасали телефонные звонки и посещение. В планах у демобилизовавшегося солдата вернуться на прежнее место работы и с достоинством уже на гражданке нести честь лучшего солдата 111-й гвардейской артиллерийской бригады. Конечно, были моменты, когда я хотел себе родных увидеть, поговорить о чем-то, рассказать, поделиться эмоциями, вот, узнать, как у них дела. Ну, периодически, конечно, созванивались, так узнаешь. Когда приедут к тебе на посещение, тоже поговоришь, уже веселее становится, когда друзья к тебе навещают. Тоже рад. Я отучился на экономиста и работал уже по своей специальности и собираюсь возвращаться на прежнее место работы в Белгострах. Всего по стране 60 солдат-срочников получат награды за отличную службу, преданность родине и пример настоящего патриотизма.